Ошибки потребителей. Выпуск номер 5. Возврат товара в магазин. Это очень полезная рубрика, в которой мы рассматриваем ситуации, в которых потребители пытались что-то сделать, чтобы вернуть деньги, но допустили множество ошибок. Итак, читаем вопрос. Здравствуйте. У меня пошла трещина на варочной поверхности. Мы уверены, что это гарантийный случай. Никаких механических повреждений. Сдали товар в магазин. По акту приема передачи товара потребителям в магазин для передачи в сервисный центр, в котором написано, что будет проведена диагностика и в случае гарантийного случая, видимо, сделают ремонт. Ремонт. В случае гарантийного случая сделают ремонт. Но теперь звонят в магазины и говорят, что это не гарантийный случай, а механическое повреждение. Причем за акт от сервисного центра мы должны заплатить. Что нам теперь делать? Подскажите, пожалуйста. Ну вот, смотрите. Обилие ошибок, допущенных в этом вопросе. Не лингвистических, а фактических. Люди действовали неграмотно. Этим они существенно снизили вероятность успешного возврата, что мы и видим в результате. Итак, напоминаю, что цель данных видео показать, что если вы допустили ошибку в прошлом, это не значит, что нужно ее повторять. Куча потребителей наткнулись на мой канал, уже сделав неверные действия. Может быть, вы сейчас уже отдали товар в ремонт или на диагностику, и вдруг обнаружили, вдруг обнаружили, что, оказывается, этого делать было не нужно. Но, посмотрев это видео, вы учтете это в будущем. А если вы не повторяете ошибку в будущем, то вы уже молодец. Итак, поехали. Здравствуйте. У меня пошла трещина на варочной поверхности. То есть, вы купили товар, который в ходе эксплуатации начал вести себя не так, как должен. То есть, он является некачественным. В совершенный рядовой случай. Купили айфон, у него сломался модем, перестал ловиться интернет. Бывает, плохо собрали на заводе. Купили автомобиль, у него сломался гидроусилитель руля. Со временем, во время эксплуатации, заметьте, бывает, плохо собрали на заводе. Что можно сделать? Бесплатно починить или вернуть деньги. В зависимости от разных ситуаций. Читаем дальше вопрос. Мы уверены, что это гарантийный случай. Никаких механических повреждений. Вот смотрите, в этой фразе мы уверены, что это гарантийный случай. Никаких механических повреждений. Нам создается ощущение, что либо это гарантийный случай, либо у товара есть механические повреждения. И вот эта вот иллюзия, обмана, по-другому это не назвать, ничто иное, как ложная дихотомия. Ситуация, в которой у нас не обязательно должно быть одно или второе. И вообще оба термина не имеют смысла к тому, что вы спрашиваете. Начнем с первой ситуации. Вы сказали, мы уверены, что это гарантийный случай. Гарантийных случаев не существует. Открываем закон о защите прав потребителей. Нажимаем Ctrl-F. Пишем гарантийный случай. Ни одного не найдено совпадение. Ни гарантийный случай. Ни одного не найдено совпадение. Почему? Потому что я многократно об этом рассказывал в соседних видео. Термин гарантийный случай это формулировки других государств. Термины гарантийный случай, гарантийный, негарантийный случай. Гарантия. Гарантийная книжка. Аннулирование гарантии. Снятие с гарантии. Все это формулировки из законодательства других стран. Мы часто получаем товары иностранные, в них есть эти книжечки, и мы привыкли, что у нас все так же. Ничего подобного. В России нет таких терминов. Есть только гарантийный срок. Это срок, в течение которого возникает поломка, то есть вы обнаружите, что товар некачественный, и можно вернуть деньги или отремонтировать. Все. Перефразируем тогда вопрос. Мы уверены, что это поломка в течение гарантийного случая, а не механическое повреждение. А почему механическое повреждение в вашем случае не является гарантийным случаем, а точнее поломкой, а точнее тем, что товар стал некачественным в течение срока гарантии? Вы понимаете, почему я придираюсь к терминам? Вот вы скажете, ну какая разница, гарантийный случай или некачественный товар? На самом деле, это не важно, если у вас в айфоне сломался модем, и вы решили написать претензию и вернуть деньги. Вам без разницы, как звучит эта формулировка, гарантийный случай или некачественный товар в течение гарантийного срока. Какая разница? Вы просто написали претензию и вам вернули товар. Но если мы начинаем встречать сопротивление магазина, то именно в формулировках и будет скрываться ответ на все ваши вопросы. То есть у нас потребители задают множество вопросов, но эти вопросы все изначально лишены смысла, потому что он спрашивает то, чего нет в законе, то, что не применяется в России. То есть хочется привести какую-нибудь совершенно невероятную аналогию. Например, вы спрашиваете, а если я почищу зубы, буду ли я лучше играть с мячом в футболе? Ну, связь вроде бы отсутствует, вы понимаете? То есть, ну, и вы это спрашиваете меня. Ладно бы вы спрашивали это себя, но вы спрашиваете меня, а как я могу отвечать на этот вопрос, если я не вижу никакой корреляции? Тут то же самое. Пока вы не разберетесь в терминах, а на моем канале столько раз об этом все рассказано, вы в сложных ситуациях будете путаться. В простых вы написали претензию, сдали тварь, и все хорошо. Вам без разницы, что, как все оформляется. Но в сложных ситуациях вы не разберетесь, потому что непонимание терминов приводит к тому, что вы не понимаете, что делаете. И вот вы встали перед выбором, гарантийный случай или механическое повреждение. Как это в реальности нужно воспринимать? В моем товаре было обнаружено механическое повреждение. Я считаю, что он становится некачественным, и поэтому в течение гарантийного срока могу вернуть деньги. И все. И вам не нужно даже выбирать механическое повреждение или гарантийный случай. Понятно. Дальше. Сдали товар в магазин. Это ошибка. Смотрите, мы двигаемся по строчкам вопроса. Мы дошли до второй строчки. Допустим, на потребителям столько ошибок, что уже, в принципе, понятно, что его шансы на успешный возврат существенно снизились. Сдали товар в магазин. Никогда не нужно этого делать. Товар – это ваша собственность. Сдавать товар можно в ремонт, чтобы вы починили. Все, что связано с экспертизой или проверкой качества, мы, соответственно, предоставляем товар. Более того, перед этим всегда пишем претензии. У меня есть замечательное видео, называется «Экспертиза и проверка качества без претензий». Там я многократно повторял, и в соседних видео повторял, что отдать товар на экспертизу или на проверку качества без претензий равно подарить его в магазин. Что я вижу? Сдали товар в магазин. Я не вижу, что вы написали претензию, и вижу, что вы сдали товар. Вот смотрите, одна фраза – сдали товар в магазин. Три слова. А не надо было сдавать, и надо было написать претензию. Три слова – две ошибки. Еще раз, три слова – две ошибки. Вы понимаете, мы в Новый год врываемся с анализом неэффективных действий, и мы в трех словах находим две ошибки потребителя. О чем это говорит? О том, что у потребителя огромная зона роста. Он посмотрит эти видео, и вы посмотрите, и станет более грамотным, его действия будут эффективными. Поэтому, еще разок, если допустили ошибку в прошлом, не надо ее повторять в будущем. Запомнили. Сдали товар в магазин. Вместо этого написали претензию, и предоставили товар в магазин, а потом унесли. Заметьте, я не тот, кто говорит, что все неправильно. Я предлагаю альтернативу. Критикую же, значит, давай другие варианты. И я даю. По акту приема передачи товара. Мне всегда смешно считать это. По акту неремонтопригодности товара. По акту приема передачи товара. И человек со всей уверенностью думает, что вот у меня есть акт приема передачи, это все фантики. Таких терминов нет в законе. Открываем закон о защите прав потребителей, нажимаем Ctrl-F, пишем акт приема передачи, акт неремонтопригодности, акт сдачи в сервисном центре. Нету, нету, нету. Это все бумажки. Они могут быть использованы только для удобства. Ну, например, там дата есть, еще что-то. И вам проще понять, когда вы товар отдали. В некоторых случаях. Но всегда понимаем, что ценность бумажки ноль. Она просто для удобства. И если вам что-то дали бумажку, не дали бумажку, никакого это значения не имеет. По акту приема передачи товара потребителям в магазин для передачи в сервисный центр. Я не закончил еще две строчки вопроса. И тут количество неэффективных действий, оно просто зашкаливает. Оказывается, что вся эта лабиринт вот этих невероятных действий, это болото, трясина, в которые застало потребителя, она была для того, чтобы отдать товар в сервисный центр. Да что же это такое? То есть мы обсудили гору неэффективных действий, а цель какая была? Отдать товар в сервисный центр. А его туда отдавать не надо было. Потому что есть магазин, продавец, есть вы, покупатель, и между вами договор. Ну при чем тут сервисный центр? Это сторонняя организация, никак вообще не связанная с магазином. Тут скажут, в смысле? Так всегда в сервисный центр сдают? Так всегда не знали своих прав и действовали неэффективно. Ничего вы не предоставляете, не сдаете в сервисный центр. Вы просто все приносите в магазин. Отдаете им товар, если надо отремонтировать, отдаете, если возвращаете деньги, или отдаете претензию. Какой еще сервисный центр? Почему вы пошли? Вы заключили договор с другой стороной. Почему вы пошли к третьим людям? Ну как вы это себе объясняете? Ну потому что так делали все десятилетия. Ну так давайте перестанем так делать. Давайте станем грамотными потребителями. Как мы могли два, две строчки вопроса читать, в них было гарание эффективных действий. И все это оказалось ради того, чтобы сдать в сервисный центр, чего и не надо было делать. В котором написано, аквакте, что будет проведена диагностика и в случае гарантийного случая сделают ремонт. Уловка магазина, внутренние правила. Вот о чем мы сейчас говорим. Магазин придумал целую схему хитрых действий. Вам все это подается с уверенным видом, как то, как это должно быть. Но это не то, как это должно быть. То, как это должно быть, написано в законе. Однако, когда магазин вам внушают, что у него есть свои порядки, правила, перед вами эмоциональный человек все это рассказывает, вы начинаете верить. Магазин десятилетиями существует, наверное, он все делает как надо. Нет, нет, нет. Магазин делает, как ему выгоднее. Он пользуется тем, что в законе у потребителя есть разные варианты действий и склоняет вас к наиболее выгодному для вас, для магазина, менее выгодному для вас. Так вот, все вот эти строчки. Будет проведена диагностика. Во-первых, термина диагностика не существует в законе. Существует проверка качества или экспертиза. Мы уже на середине третьей строчки уже не можем считать количество ошибок, которое здесь происходит. Но, значит, столько и у нас зон роста. Все это учитывая. И в случае гарантийного случая, в случае гарантийного случая сделают ремонт, оказывается. Магазин вам говорит, ну, я еще посмотрю, я у вас товар заберу, я его изучу. И если посчитаю, что надо, я сделаю ремонт. Мы как будто, знаете, в мире отношения к потребителю вернулись на 15 лет назад. Магазин тут будет решать, нужно или нет, и будет решать, делать или нет ремонт. Реальность, статья 18, пункт 1. Вы требуете возврата денег. Еще раз. Магазин в случае необходимости сделает ремонт. И может быть, с какой-то вероятностью будет ремонт. Или вы возвращаете деньги. Посмотрите на две позиции. В одной вы просто вот малюсенький потребитель, который ни на что не имеет права, ничего не знает. В другой вы эффективный потребитель, который пришел и потребовал возврата денег. И вас не интересует случай, разрешит вам магазин или нет. Вас не интересует, соответственно, согласуют вам возврат или нет. Разрешат или нет. Это не надо вам в статье 18 написано, что потребитель в случае обнаружения недостатков, пункт 1, вправе вернуть деньги. И не ремонт, а вернуть деньги. И если магазин разрешит, а требовать возврата денег. Понятно. То есть, всю вот эту чушь, которую несет магазин, всю эту шелуху, мы просто выкидываем в помоечку. Куда же еще? Но теперь звонят с магазина и говорят, что это не гарантийный случай, а механическое повреждение. В магазине, похоже, что сотрудники примерно такого же уровня, как потребитель. То есть, они не очень сильно разбираются. Потому что магазин, который говорит, что это гарантийный случай, видимо, ни разу не открывал закон и не нажимал Ctrl F и не писал гарантийный случай. Может быть, вы уже прекратите верить мальчику в белой кофте, откройте прямо сейчас закон о защите прав потребителей, напишите Ctrl F и нажмите, напишите гарантийный случай. Может быть, проверите, есть ли такая формулировка или в законе или нет. А то все думают, что это какие-то мои невероятные изобретения. А я вам всего лишь говорю, что написано в законе. Итак, вам магазин говорит, что это не гарантийный случай. А формулировки такой нет. Гарантийных случаев не бывает. Бывает гарантийный срок. Магазин вам что тогда говорит? Это не гарантийный срок. Ну, например, на товар гарантия 2 года, вы спустя год возвращаете, магазин вам говорит, это не гарантийный срок. Вы говорите, как не гарантийный, если всего 2 года, а прошел год. Магазин такой, не знаю. И вы стоите и смотрите друг на друга непонимающими глазами. Магазин говорит, но мне директор сказал написать не гарантийный срок, а срок 2 года, а прошел год. И вы такие, ну, значит, он гарантийный. Сотрудник говорит, нет, почему? Не знаю, вот реально что происходит. Люди просто стоят и общаются на языке, которые вообще не понимают. Произносят просто какие-то слова, даже не представляя, что это где значит. А что в реальности? Гарантийный срок – это период, в течение которого вам должны вернуть деньги. И может ли быть случай не гарантийный? Нет, конечно, потому что есть гарантийный срок. Может быть, не гарантийный срок, если он вышел. Других сценариев нет. Так что это выходит, что все случаи гарантийные? Да, представьте себе, точнее, их вообще нет. Может, такой формулировки нет. Если нет гарантийного случая, нет и не гарантийного. Знаете, если нет правил, то нельзя сделать правильно. Ну и нельзя сделать неправильно. Смекаете? Так вот, а механическое повреждение? И, наконец-то, вот тут есть маленькое, логически грамотное, трезвое звено в словах магазина. Под фразой «механическое повреждение», которое вообще-то никак не связано с тем, что это не гарантийный случай. Магазин имеет в виду, это не заводской брак, а поломка, вызванная вами. То есть, вы сломали. Не на заводе плохо собрали товар, а вы сломали товар. И вот это как раз тот случай, когда магазин может вам не возвращать деньги. Но не в той формулировке, которую написал магазин. Магазин написал «механическое повреждение». Но если у вас айфон упал, и вот тут потертости, но в нем перестал работать модем, и вы считаете, что вот эти потертости не влияют на то, что модем сломался, тогда вы, соответственно, можете бесплатно вернуть деньги там или бесплатно починить. Вернуть деньги или бесплатно починить. Понимаете, если в товаре обнаружилось механическое повреждение, то магазин должен доказать, что это вы его сделали, и установить причинно-следственную связь между возникновением дефекта, который не позволяет пользоваться товаром, и этим механическим повреждением. Проще говоря, если вы купили холодильник, и у него помята немножко дверца основная, а не работает морозилка, это не значит, что так как у него помята дверца, то морозилка может не работать, и это механическое повреждение. Понимаете логику? Нужно установить причинно-следственную связь между этим повреждением и возникновением недостатка. Логично. Магазин сейчас, скорее всего, все путает, потому что когда магазин вам говорит механическое повреждение, он имеет в виду, поэтому я не могу у вас принять товар и продать другому, а значит, я не буду вам возвращать. Только магазин не в курсе, что этот критерий устанавливается только для статьи 25, когда качественные товары возвращаете, которые не подошел под цветом габаритной комплектации, и магазин может не принять товар с дефектом, потому что не сможет продать другим. А во всех остальных случаях наличие механического повреждения ни на что не влияет. Однако сотрудники магазина по своей неопытности перетягивают информацию из статьи 25 на вашу статью 18. Это нас отсылает к множеству видеороликов, которые я снимал, в которых рассказывал, что даже выпускники курса, на котором я учился в Академии Госслужбы по защите прав потребителей, не могут разделить в голове статью 25 и статью 18. Почти все, кто выпустились и сдали этот курс при мне, они не понимали разницу. Я не понимал, я потом понял. Между 25 статьей и 18 год идет за годом. А я так и наблюдаю, как и сотрудники магазина, и потребители не могут понять, что то, что написано в 25, это обмен качественного товара. И в 18 возбрать некачественного. Это разные вещи, в них разные критерии, разные особенности. Они берут особенности 25 статьи, отсутствие механических повреждений, перетягивают их на 18 и думают, что правы. Конечно же, если дело идет до суда, им скажут, что за бред, возвращайте деньги. Окей. Причем за акт от сервисного центра мы должны заплатить. А это вполне может быть. Потому что у нас написано, что если вы требуете, чтобы магазин провел экспертизу, в редчайших случаях, на практике, но магазин может взять с вас стоимость экспертизы, если вы, соответственно, виноваты. При этом, разумеется, вы можете возродить на результаты этой экспертизы и поставить их под сомнение. Но это уже делается в суде. Понятна логика. Так вот, что нам теперь делать? Подскажите, пожалуйста. Ну, я уже сказал в самом начале. Признать, что вы допустили ошибку в прошлом и не повторять ее в будущем. Все остальные ситуации мы разобрали. В следующий раз вы, соответственно, что вы делаете? Если вы знаете, что не бывает гарантийных случаев, вы не сдаете товар, вы пишете претензию. Вы знаете, во всем этом вопросе я не увидел фразу, что потребитель написал претензию. Еще раз. Во всем этом вопросе я не увидел нигде текста, что потребитель написал претензию. Что делать? Открыть видео, которое у меня называется «Возврат товара по гарантии полный порядок действий». Там написано первое действие. Пробуем вернуть товар. Если не получилось, сразу отправляем электронную претензию. Вы это сделали? Нет. Вот и ответ, что делать. Отправлять электронную претензию. То есть вам надо весь путь возврата товара начинать сначала. Почему? Потому что вы его и не приходили. Вас просто закинули в непонятный лабиринт болота, в котором вы делали кучу непонятных неэффективных действий. А вы действуете теперь эффективно. Начните с претензий. А? Крамотно? Вот так вот мы врываемся в 2024 год с новыми интересными обзорами. Сколько ошибок, сколько неэффективных действий, столько же и роста. Если вы посмотрели это видео и говорите, ууу, какие потребители делают ошибки, я таких не допускаю. Может быть это и хорошо, а может быть и не очень. Потому что вы не узнали ничего нового, а кто вдруг что-то узнал новое, тот и прокачался и развился. И если вам понравилось видео, и если вы любите сосиски, то вы можете оценить мой канал и кинуть мне маленький донат. По номеру карты в описании, вот он, смотрите, вы выбираете вот этот номер, там написано Сбербанк, Екатеринбург. Кидайте маленький донат за то, что вам понравилось видео. 30, 50, 70 рублей мне будут в пользу, а если 100, так это уж совсем много. В расчете, что вас будет много, что я делаю полезные дела и что для вас это не будет большим напряжением для бюджета. Но если вас будет много и все будут поддерживать, то когда-нибудь мои труды будут отблагодарены и вознаграждены. Тем более, если вы любите сосиски, то точно можно меня поддержать. Соответственно, увидимся с вами в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok